Всем привет! Обзор смартфона Huawei Nova Lite 2017, модель SLA-L22, стоимостью 5000 гривен, это примерно 200 долларов, чуть меньше 190. Давайте начнем с его распаковки. Такая вот красная коробка, привычная уже для Huawei, для всех смартфонов. Открываем коробку и перейдем к распаковке. Вот сразу встречает нас устройство в золотом цвете. Смартфон пока отложим и посмотрим на комплектацию. В комплектации идет скрепка для того, чтобы открыть сим-слот, гарантийный талон и инструкция. Вот это пока отложим в сторону и пойдем дальше. В коробке мы обнаружим micro-USB кабель для подключения к компьютеру и зарядке и адаптер питания. Адаптер питания с выходом сверху, адаптер питания на 1 Ампер. Вот в общем такая вот комплектация. Обращаю ваше внимание, что нет наушников. Их придется докупить отдельно, если они вам необходимы. Уже такая стандартная, обычная комплектация. В большинстве смартфонов в комплекте идет только зарядка наушников обычными. Теперь по самому смартфоне. Сделан он из металла и пластика. Вот это его часть металлическая. Вот показываю пальцами сверху. Пластиковые вставки сверху и снизу. Также находится здесь камера. Камера и вспышка. И датчик отпечатка пальцев. Он на задней части устройства. На передней его части 5-дюймовый дисплей. Логотип компании. Фронтальная камера и датчик приближения освещения. И разговорный динамик. Также плюсом комплектации является то, что сразу идет поклейка защитной пленки. Вот, не знаю видно ее или нет на камере. Ну вот, да, видно. Вот эта вот защитная пленка. И это здорово, потому что сразу дисплей устройства защищен. И не нужно заморачиваться с защитными пленками и стеклами. Их можно будет потом наклеить. Но на первое время вот эта вот защитная пленка отлично послужит. Справа кнопка включения и кнопки приближения громкости. Слева слот. Сверху джек для наушников и дополнительный микрофон. Снизу динамик, микрофон и порт microUSB. Теперь откроем сим-слот. Вот, это комбинированный слот. Мы можем использовать его на две наносимки или одну наносимку и микро-SD карточки для того, чтобы расширить память устройства. Потому что своей памяти только 16 гигабайт. Поэтому, ну, скорее всего, придется расширять память и использовать только одну наносимку. Но при необходимости можно использовать и две. Вот. Теперь о габаритах устройства скажу. Также включим смартфон. Габариты высоты 143 мм, ширина 71 мм, толщина 8 мм, вес 145 граммов. Ну, ждем пока включится. Наступен он еще в черном и белом цвете. Модель данная золотая. Таким вот образом выглядит. Ну, в руке лежит удобно. Выглядит тоже неплохо. 8 мм, тонкое устройство. Вот, включился. Разблокируем. Надо добавить яркости и выключим автояркость. Сразу покажу вот это вот. Максимальный уровень яркости и минимальный уровень яркости. Делаем все. Делаем максимальный уровень яркости о телефоне. Версия Android 7.0, версия Yumi 5.1. Закрываем. И теперь расскажу про технические характеристики устройства. Здесь дисплей гидимовый HD 1280 на 720 точек IPS. Сделан из стекла и поддерживает 5 точек касания. Это мы позже проверим в тесте Antutu Benchmark. Вот. Что касается технических характеристик. Ну, давайте перейдем в Geekbench 4. В смысле, имею ввиду технические характеристики железа. Их характеристики железа. Тут используется процессор от Qualcomm Snapdragon 425. Работающий на частоте 1,4 ГГц. Это четырехъядерный процессор. Оперативки 2 ГБ. Встроенный 16. Видеоускоритель Adreno 308. Ну, давайте запустим тест процессора. И увидите уже сам результат. Результат теста процессора 641 балл в однедерном тесте, 1851 балл в мультиядерном тесте. Теперь сделаем тест видеоускорителя Adreno 308. И также увидите сам результат. А вот результат теста видеоускорителя. 1233 балла. Хорошо. Закрываем Geekbench 4. Переходим к следующему синтетическому тесту Antutu. Открываем тест Antutu. Настроим разрешение для теста. Запускаем тест. И также увидите сам результат. Результат теста Antutu Benchmark 36768 баллов. Вот. Теперь сделаем скрин-тест. Посмотрим сколько касаний поддерживает тачного устройства. Потому что написано, что 5 касаний. Сейчас мы это проверим. Даже больше. 10 касаний в Antutu Benchmark определяет в мульти-тач-тесте. Отлично. Что ж, идем теперь дальше. Игровой тест. Откроем Assassin's Creed Identity. Вот тяжелая игрушка. Посмотрим, как она работает. На какой графике. Как плавно работает. Также сделаю отдельное видео по играм. Вот, где я покажу GTA San Andreas и другие тяжелые игрушки. В скором времени это видео появится на канале. И кому интересна эта тема, сможете перейти и посмотреть. А пока посмотрим на примере Assassin's Creed Identity. Ждем, пока игра прогрузится. Сейчас происходит соединение. Ну, соединяется она обычно долго. А сама прогрузка игры достаточно быстро. Вот похоже, что соединилась. Отмена. Окей. И загрузка. Вот, почти загрузилась игра. Начинаем. Вот, уже видно, что графика на среднем уровне. То есть, тут может быть минимальный уровень, средний и высокий. Когда высокий, высокая графика, то очень много людей на площади. Ну, как, они есть. И различные вот графические эффекты. Там листья, клумбы хорошо прорисованы. Тут графика на среднем уровне, но при этом игра работает плавно. В общем, таких каких-то глюков, лагов, чтобы оказывали влияние на игровой процесс, нет. И, в общем, смело можно устанавливать Assassin's Creed и играть. И, в общем, я думаю, что примерно во всех тяжелых игрушках будет такая ситуация. На средних настройках графики запустятся, наверное, почти все. И работать будет более-менее плавно, нормально, скажем так, играбельно. Ну, вот видите, что проблем никаких нет в Assassin's Creed. И можно закрывать. Кому будет интересно, то скоро будет отдельное видео по играм. GTA San Andreas и другие тяжелые игры запущу. И сможете посмотреть в скором времени на канале. Вот, теперь идем дальше. Поговорим о камере. Камера устройства основная 13 мегапикселей. Фронтальная камера, сейчас скажу, 8 мегапикселей. Нет, прошу прощения, 5 мегапикселей. Фронтальная камера, основная 13. Так, это все включим позже. Вот, в общем, интерфейс камеры. Видеосъемка. Фотографии. Фронтальная. Ну, и там различные фильтры. Вот, в общем, автофокус. И сейчас я сделаю примеры на эту камеру. Выведу их вам на экран. И вы сможете оценить их качество. Закрываем. И фотоснимки на экран. И вот, в общем, я сделаю вам. Что касается автономности устройства, то батарейка в 3020 мАч, ну, грубо говоря, 3000 мАч обеспечит вам 1-1,5 дня работы в нормальном использовании. Вот. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok